Всем привет! EA Sports продолжает испытывать нервы всех поклонников серии игр FIFA. Сначала разработчики заявили, что FIFA 19 не выйдет вовсе, и игра будет переведена на систему подписок. Теперь же исполнительный директор компании Эндрю Уилсон заявил, что пришло время отказаться и от некоторых консолей. Легендарный букмекер уже в России. 100 миллионов бонусов для первых клиентов. EA Sports больше не будет выпускать новые версии FIFA для PlayStation 3 и Xbox 360. Хотя то, что выходило там в последние годы, сложно назвать новыми версиями игры. Владельцы консолей старого поколения довольствовались древним движком и не имели возможности поиграть в режим истории. Разработчики списывали это на недостаток мощности уже легендарных приставок. Поэтому подсовывали игрокам за полную стоимость всю ту же игру с обновленными составами и формами. Но отказ выхода FIFA 19 на консолях предыдущего поколения, естественно, обусловлен не заботой об игроках, а финансовыми результатами игры на PS3 и Xbox 360. Всего 2% всех продаж приходились на эти платформы. А это просто копейки для EA, которые и близко не перекрывают ресурсы, потраченные на выпуск игры на этих приставках. Уилсон признался, что EA хотела прекратить поддержку консолей старого поколения еще в 15-м году. То есть FIFA 16 должна была стать последней версией игры для старых приставок, ведь движок Frostbite перенести на них не представлялось возможным. Тогда не совсем понятно, для чего разработчики еще 2 года подсовывали игрокам на PS3 и Xbox 360 старую и во многом урезанную версию игры. Скорее всего, они рискнули с целью срубить еще немного деньжат. И если FIFA 16 и FIFA 17 еще показывали неплохие цифры продаж, то с FIFA 18 ситуация кардинально изменилась. То ли игроки со старыми консолями объявили разработчикам своеобразный бойкот, то ли им надоело мучиться и они наконец обзавелись мощными ПК или приставками посвежее. Как ни крути, а до момента выхода новой части FIFA остается еще 7 месяцев, и EA еще несколько раз может поменять свои планы. Ясно одно, изменения должны быть, и в первую очередь в положительную сторону. Этого уже очень давно ждут все любители футбольных симуляторов. Ставь лайк, если хочешь, чтобы FIFA 19 вышла очень крутой игрой. Пиши в комментариях, на какой платформе играешь ты. И не забывай подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы первым узнавать о выходе новых видео от Кибербола. До скорого!